Хайушки ребятушки, NetEasyGames зарелизили нам стратежку Павла Властелин Колец, поэтому давай скорее смотреть. Итак, на старте нам предлагают выбрать одно из восьми королевств, при том у каждого королевства есть свой особый бонус и особый юнит. Кого мы с вами возьмем? Да хрен его знает. Колесница? Нет. Опустошитель? Интересненько. Следопыт Севера. И тут у нас дальнобольный стрелок. А давай темных возьмем. Давай за зло поиграем. Будем играть за зло. За настоящее зло. За каких-то там орков, урукхаев. Будет у нас какой-то опустошитель, который будет, наверное, всех нахерачивать. Итак, NetEasy нам игру зарелизило. Сегодня. Прям неожиданно. И неожиданно, что она вышла нормально на русском языке, как мы с вами все любим. Так, колечко крутится. А вось кто влюбится. Так, в Севера задается чей-то тихий, таинственный голос. Ваше кольцо. Как оно выглядит? Да хер его знает. А-а-а. Из какого металла оно выковано? Бронза, серебришко, золотишко. Конечно, железное. Че? И там будет аметист. Кастомизация кольца. А что вы хотели? Простое. Простое, нет. Затейливое. Да, сгребе. Ого. Но я вам скажу, ребятки, не в каждой мемошке есть такая кастомизация кольца. Итак, срумянчик нам что-то решил залечить. О, вы проснулись. Отлично. Кажется, вам снился сон. Ну, наверное. Так, о, это кольцо. Неужели? Ну, как оно угодило к вам в руке? Ну, как, как? Создал только что вообще-то в приюшечке. Ладно, понятно. Таверну. Так, вы смейте поднять на нас оружие прочь. То есть, ребятишки захотели нас захерачить. Будем давать им отпор. Так, армия срумяна против людей с орлом. Итак, у нас сам бой. Нам сейчас будут обучать, показывать, как он выглядит. Выглядит так. Можем крутить. Можем приближать. Но хотелось бы еще бы вот... А вот так вот крутить нельзя, к сожалению. То есть, да? То есть, осмотреть свои войска. Это, конечно, плохо. Чего-нибудь можем нажать? А все, захерачили мы. Ну, вот, кстати, камеру не проработали. Жадные китайцы. Ай-яй-яй. Как же так? Так, честно, вы можете любить, можете ненавидеть NetEasy Games. Но ребятки много игр выпускают. И некоторые выходят очень даже неплохие. Но на какие-то они, походу, просто забивают хрен. И делают спустя рукава. Жалко будет, если так они пособятся властелин колец. Потому что, ну, это огроменная, охрененная вселенная. По Толкину. Она все знают. Даже если ты не смотрел, ты знаешь про что там и кто там главные герои. Так, голубь тут у нас нарисовался. Что-то ищет, что-то высматривает. Ага. Вот оно, колечко. Здесь мы сможем найти кольцо, выкованное с Саурона. Доберитесь до долгул дара. Мордор заслуживает стать новым хранителем кольца. Так, Терна Раздоровая Королевская Судей тоже пытается получить кольцо всевластия. То есть нам надо будет соревноваться. Кто-то что-то бегает. Гондор уже на пороге. Ага. Как-то я смотрел какой-то фильмец. Такой, ну, вроде адекватный, все дела. И там была война. И ребятишки такие вышли. Кольца на крыльцо почесать свое яйцо. И была легендарная фраза. Война на дворе. Так, да ну нахер. Да, конечно, у тебя на дворе война. Там войска на тебя идут. Что, прям вот так вот это озвучить? Так, нанять командира. Кого мы можем нанять? Так, здесь вы можете видеть всех доступных вам командиров. Давайте призаем вашего первого командира. Да, давай призаем. А почему его? А может я другого хочу, нет? Ну, ладно. Так, появился у нас мальчишка. Его мы можем прокачивать. Так, горбак появился в таверне. Нанять. Это наш, по-моему, особый юнит был, нет? Красавчик. Блин, ну, хорошо, капитаны проработаны, ну, адекватно. Сама карта, конечно, ну, как-то больно плюшевенько выглядит, наверное. Так, осмотрите свои армии. Давай посмотрим. Так, здесь вы можете выбрать солдат. Готовы. Так, головорезы и командира нам нужно. Все. Теперь у меня есть армия моих негодяев. Так, можем расправиться с надоедленными гондорцами. Так. Атаковать. Так, и погнали. Ну, блин, что-то довольно затянутый выбор атаки. И боёчек. Что-то так. Земля захвачена. Халду. За них, кстати, тоже можно поиграть за эту фракцию. Но, не знаю, мне что-то Восток не очень прельщает. О, нам мальчишку дали. Восточный вождь. А, то есть мы сможем комбинировать, что ли, вождей. То есть не только нашего королеса, но и набирать вождей из других королев под наши знамена. Получить силу. Так, да и хрен с ним, не будем особо заморачиваться. О. Кей. Все. Первый раз нам, наверное, при любом дадут бесплатную смену ника. Улучшить кольцо. Все, забираем ништячки. Ну, поначалу, разумеется, будут много давать разных приколюх. Мне, конечно, интересно, что можно сделать с командиром. Командирчики. Так, ага. Есть прокачка опыта, есть какие-то титулы и есть обмундирование у нас. Да, то есть мы можем их одевать, пока не можем. То есть у нас армия должна быть в нашем городе. А этого можем одеть? Или у нас тоже не в городе? Оделся. Неплохо. Что у нас есть за титул? Это важный титул ваших командиров. Связаны с ними навыки. Можем прокачивать на... Ох ты! Древо замутили они, конечно, неплохое. Довольно много талантов. Именно по прокачке отдельного вашего полководца. Также можем дарить подарочки нашим полководцам и их прокачивать. Так, старый орк. Концентрация командира. И дознаватель. Враги, подверженные безумию или оглушению, получают урон. Неплохо. В общем, занятная игрулька. Я думаю, для поклонников вселенной она будет довольно даже интересной. Для поклонников стратегии, я думаю, также. Есть с чем разбираться, покопаться, посмотреть, попроходить миссии. Узнать всеми знакомые, проходимые в других играх места, просмотренные в трилогии. Очень тебе спасибо за просмотр. Пиши комментарии. Обязательно на них я поотвечаю. Все. Рею, целую, скучаю. Обнял, приподнял. И увидимся на следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok